Котятки-универсиадки. Я просто занял место Саши Елютиной, поэтому, наверное, именно такими няшными словами начинаю разговаривать. Ну, в общем, кто-то осмелился во время универсиады, во время такого масштабного мероприятия оставить вот этих прекрасных котят на улице. Но благо, общество защиты бездомных животных хатика позаботились и вот подобрали бы этих прекрасных питомцев. Виктория Белькевич у нас сегодня в гостях. Традиционно, доброе утро, Виктория. Доброе утро. Как дела? Ну, вот, к сожалению, универсиада началась, проблемы не кончаются. А вы думали, закончится? Ну, мечтали об этом хотя бы на время. Нет, к сожалению, нет. Буквально в эти выходные мы нашли очередную партию котят и хотелось бы отметить, что они очень похожи на тех семерых котят, которых когда-то мы к вам приносили. То есть, вероятнее всего, это помет от одной кошки. То есть, добрые люди поняли, что их подобрали и поэтому решили, так сказать, сильноправленно уже в этот раз подкинуть нам. А, вот так, да? Да, этим создав нам проблемы. И, знаете, это лучше кастрировать своих домашних животных, потому что это куда гуманнее. Потому что мы могли просто элементарно не найти этих котят, не заметить, не выцепить, потому что мы их доставали из подвалов. И тогда неизвестно, какая бы судьба у них сложилась. И лучше бы их просто не было на этом. Слушайте, ну, а вот тут один вот прям вот у меня активный попался в руки. Да, они все реактивные, на самом деле. Мы издалека услышали, что Виктория появилась здесь. А вот это прямо такой побег из шоу, что он хочет все совершить. Сори, расскажите поподробнее, кто мальчик, кто девочка, возраст, все мальчики. Такой чудесный помет, да, скорее всего, им где-то около двух месяцев. Пацаны все? Конечно, бывает. Ну, часто ведь во время родов, даже если рождаются, ну, разнополые котята, то какие-то просто, ну, не переживают сам процесс. И остаются самые сильные, так сказать, смелые, вот. Ловкие, умелые. Они уже все умеют, ходят в лоток, привитые, все в порядке. То есть, вот прям забирайте. А именно, а придумали им какие-нибудь? Нет, у нас же все кнопики, а именно уже, да, хозяева придумывают. Скажите, а вот мурлики, ничего же страшного, да, если они, допустим, будут разлучены, понятное дело, что там семья семьей, но тем не менее. Или желательно, чтобы вот всех в одни руки забрали? Да, нет, мало вероятно, что их заберут все в одни руки. Ну, если заберете, то будете счастливы. Они такие активненькие, на самом деле, они все едят? Все котята в целом, да. Расскажите, как вот вы, ну, меня интересует вопрос, чем вы кормите животных, которые вам попадают? Ну, то есть, это какой-то корм или это... Да, в зависимости от состояния животного. То есть, если мы видим, что... Мы настраиваемся кормить все-таки специализированными кормами для котят, чтобы у них, не дай бог, ничего не вылезло, потому что все же у котят после подобной ситуации достаточно слабый иммунитет. И мы подкармливаем их кормами, где витамины, которые помогают им прийти в себя, так сказать, и укрепиться. Но в целом, думаю, в будущем они будут есть все, и натуральную пищу тоже. Скажите, а сколько в среднем вот к вам животинок попадает там в течение недели, допустим, или за месяц? Это зависит, скорее, больше от периода. От погоды, наверное. Да, от самого часа пики, это зима и лето. Весной и осень как-то поменьше. Но все-таки нет особой какой-то статистики. То есть, бывает там в одно-два животных за неделю, бывает там по несколько животных каждый день. Я думал, это уже Даниленко младший. Да, наверняка. Он прям так к тебе привык за это время. Да, привык. А, Виктория, куда можно обращаться, если кто-то уже захотел забрать вдруг к себе котенка? Давайте ко мне надо обозначить. Позвоните по номерам телефонов, которые появились на экранах. И также, в случае чего, вы можете в любой социальной сети набрать «Хатика Красноярск». Там вылезут все наши группы, все наши странички. И спокойно выбрать себе, не знаю, симпатизирующего администратора и написать ему «Я хочу животное». Мы с вами пообщаемся, подберем. Можно прям сообщение группы. Мы это все контролируем, отслеживаем. И в любой момент счастливый Раби готов. Так, вот этот точно будет утренним ведущим. Такой очень активный. И с самого утра ему вообще совершенно не хочется спать. Я думаю, что хочется забежать. И мы давай еще раз представим нашу гостю. Да, дружище. Викторий Мелькевич, аккуратор общества защиты бездомных животных «Хатика». Спасибо большое. Я думаю, что наверняка котят пристроят в ближайшее время. А может быть, кто-нибудь и заберет с собой из иностранцев. Было бы прикольно, мне кажется. Давай, подожди. Все, остановись, остановись. Уже, видишь, начинают другие на тебя смотреть, того же самого хотят. Друзья, желаю, что у нас на очереди. И готовы наш корреспондент уже поделиться. Друг, все. Так, подожди, остановись. Очередным вкусным рецептом блинов из полезной муки масленицу уже начинаем отмечать.